Финальный матч. Ну, финальный на сегодняшний день, конечно же, матч юношеской футбольной лиги. На этот раз под номером один. Самые старшие футболисты ЮФЛ будут встречаться сейчас на футбольном поле стадиона «Октябрь». ЦСКА принимает Ростов. Прошли. И снова заброс. И здесь вот выскакивает один Андрианов. Удодов. Молодец. Да, сейчас центральные защитники. Вообще, в принципе, непонятно, как мяч туда проскачивает. Ченчиков хорошо развернулся. Ну и помочь надо Роману. Тянет, тянет. И удар по воротам. И 1-0. Ну, ничего себе проходик у Романа Ченчикова. А главное, ударище получился. 1-0. Да, вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотя нет, никакого несчастья здесь нет. Ну, в общем-то, гол родился из ничего. Молодец, Роман Ченчиков. Из-за борьбы нам показывают Сандлерского. Нет, девятый номер у нас отличился. Роман Ченчиков. Ну, а пока штрафной. Хороший удар-то получается с левой ноги. Герман Игнатов пробил. Отметим. Окончанию первого тайма. Игнатов. Заброс в штрафную. Нет. Это на правый фланг. Кто там? Осенчуков. Подключает партнера. Удар по воротам у Додов. Ну, ближний угол, конечно же, воротарский. Но удар получился сочным. И, по-моему, это у нас пробил Полумыска. Вот здесь вот Осенчуков. Вот зачем это надо было? Непонятно. В центре поля нету опасности. А здесь есть... Ух ты! Повезло сейчас ЦСКА. Упустили. Упустили Полумыска, кстати говоря. Вот он, Иван Полумыска. Одиннадцатый номер. Андрей Акопович Акопянц у нас главный тренер в Ростове. В юношеской футбольной лиге один. Нету положения вне игры. Ченчиков. Удар по воротам. И здесь Иванов. Молодец. Хороший удар получился у Романа. Но Иванов все-таки выручил свою команду. И не было там положения вне игры. Вот молодец Сава. ЦСКА в юношеской футбольной лиге один. Судейская бригада у нас под руководством Данила Соболева. Так, а вот здесь вот удар по воротам. Рядно. Рядно. Вот если бы сейчас забил Миша Рядно, это была бы фантастика. Во-первых, там был блестящий обыгрыш в стиле такого. Хорошо сбрасывал, но почему-то Кузнецов не пошел. Снова Осинчуков. Эти забросы продолжают иметь определенный успех у Додов. Осинчуков какой настрой. Нанес прекрасный удар. И пришлось потрудиться Данилу Удодову. Подача Рустема Осинчукова. И 1-1. Чуть-чуть отложил взятие ворот Ростов. И кого это у нас поздравляют? Колгушкина. 12-й номер, по-моему. Данила Колгушкин. 12-й номер. Дальков. Подготовка игроков. Но тем не менее. Но все равно, опять же, повторяю всегда. Уже как попугай, понятное дело. Что состязания, соревнования никто не отменял. И вы посмотрите. Ой, какой пас за спину Абдул Кадыров. 2-1. 2-1. Полумыска. Да, достаточно быстро. Давайте вот посмотрим. Вот он заброс. Вот здесь вот. И вот здесь Демин, Васильев. Что тут происходит, непонятно. Ну, а там уже, в принципе, было столько времени. Так, еще одно. Что происходит с защитниками и голкипером ЦСКА? Удар по воротам. Штанга. И снова Колтаков. Не угомор. Готовь удар. Ну, постарайся. Вот вложись в него. А не просто, грубо говоря, избавься от мяча. Ну, опять же, это не то, что я не согласен с главным тренером. Тренеру виднее. Но пока у нас Гуэн. 3-1. Нет, это Аргун. Это Аргун. Данелла Аргун у нас отличается. И давайте посмотрим. Вот здесь вот. Опять провалились все. И Редно тоже не доработал. Вот, посмотрите. Вот здесь вот мяч подхватывает Колгушкин. 4 минуты. Вот видите. 4 минуты добавлено. Загидулин. Заброс туда на Зубенко. А вот здесь вот Ченчиков. Игнатов. Молодец. Ченчиков доборолся до конца. Ну, что дальше? Идет. Идет дальше. И забивает. 2-3. Дубль Романа Ченчикова. На 91-й минуте. Сегодня два гола Романа Ченчикова. Исключительно индивидуальными действиями, так сказать, отметился. Вот здесь. Обхитрил. Ой, какой пас на 4-2. Да, это, пожалуй, что... Ну, здесь как раз все закономерно. Поймали на контратаке. Пошли вперед, конечно же, армейцы. Потому что 2-3 все-таки есть шанс сравнять счет. Но пропускают контратаку. И вышедший на замену Артем Тараский, наверное, ставит уже окончательную точку. Как раз, вот видите, два игрока, вышедшие на замену. На этом все. Поздравляем Ростов с победой. 4-2. Побеждают гости в этом матче. В рамках юношеской футбольной лиги 1. Побеждают они армейцев. Ну что? Да, наверное, Ростов был поинтереснее. Последний домашний матч не совсем удался хозяевам. Но есть еще последний тур. Ростов-2.